Косметическая афера столетия Косметическая афера столетия Космездия, как десяток разъяренных женщин Испортят нервы обидевшим их мужчинам Кто кого перекричит в скандальной истории Про дорогую косметику для бедных людей Вы пришли к нам с претензией, потому что вам кто-то что-то сказал Мы поэтому сюда пришли Я вас внушу Где в Израиле искать правду про Дешили? В Израиле на прилавках его не существует Международный скандал и дельные советы для простых украинок Как сохранить свою красоту и не стать жертвой гипноза, НЛП или агрессивного маркетинга Киевлянки Людмиле тоже позвонили из салона и пригласили на якобы бесплатную процедуру Они попросили взять с собой паспорт, потому что это находится в высоком здании, где нужно проверять документы И почему-то взять с собой идентификационный код В тот день, когда я ехала, они перезвонили и уточнили Мы хотим узнать, какая у вас длина волос И кстати, взяли ли вы с собой идентификационный код? Тогда на эту деталь она не обратила внимания Примчалась, будто девочка по вызову Во время процедуры вокруг нее закружился целый хоровод сотрудников Говоря о том, насколько важно ухаживать за волосами И насколько они у меня в таком запущенном тяжелом состоянии И насколько именно эта косметика может мне помочь Ей активно навязывают спасительную косметику Подумать времени и возможности не дают Но я теперь понимаю, они опасались, что я могу кому-то перезвонить И просто спросить, да, что это Итог СПА-процедур Людмилы шокирует вас Смотрите далее Предложили бесплатную услугу в косметологическом центре Якобы это обслуживалась подруга моя И решила сделать не такой сюрприз И только сегодня Алла посетила аналогичный салон в городе Кривой Рог Началось все с бесплатного массажа лица А закончилось кредитной аферой под ярким прикрытием суперэкономии Мне это все обошлось в полторы тысячи долларов То есть я оформила кредит И они еще очень так красиво говорят Якобы 23 гривны в день Это же ничего, это же вообще ничего Наша героиня Людмила и вовсе рекордсменка Ей втюхали аж 6 чемоданов с косметикой Сумма оказалась 41 900 гривен Подумалась женщина уже в авто И не могла понять, как согласилась на такую сделку Ведь кредит в то время был для несчастной приговором Мой муж находился в АТО И естественно никаких лишних денег не было Мне пришлось переехать к родителям на тот момент До этого мы снимали квартиру Навязанные огромные кредиты Это наверное главное Из-за чего посетители таких салонов считают себя жертвами Но кто же заставляет их подписывать бумаги Оказывается в кабинетах косметологов Откровенно запугивают большими проблемами Которые надо срочно решать Заявила, что в таком ужасном состоянии У меня кожа, головы и волосы Что может через некоторое совершенно время случиться так Что я буквально останусь лысой Цель запугиваний одна Продать как можно больше Уже не чудодейственной, а спасительной косметики Долго и нудно повторять о том Что у вас проблемы, проблемы, проблемы А через сто раз проблем Он действительно начинает в это верить В салонах манипулируют вашим сознанием Уверены эксперты Это подтверждают все новые и новые жертвы Нажимали какие-то точки Что-то такое делалось Вот почему мы все были в состоянии эфирии Вот почему мы все были под таким состоянием Где мы не могли объяснить, что с нами творится Неужели речь идет о гипнозе Другом психологическом влиянии Или может даже использовании каких-то наркотических веществ Говорить о каких-то там сверхвоздействиях Ну здесь навряд ли приходится Идет элементарная эмоциональная накрутка Плюс, конечно же, запугивание По мнению специалистов Речь скорее всего идет о жесткой маркетинговой технологии Возможно даже разработанной специально для наших женщин С учетом особенностей Украины А именно небольшого среднестатистического дохода В 3-4 тысячи гривен Как раз достаточно, чтобы ежемесячно оплачивать кредит Когда дешевле, срабатывает психология Знаете, как же одного человека Ой, за такую цену, ой, делаю Однако все не так просто Результаты экспертизы напитков Из салонов красоты Заставят задуматься о криминале Смотрите далее Невероятное омоложение Упругая кожа А главное Молниеносный результат Вот что обещают вам в салонах красоты И вы уже на крючке Тянетесь за кошельком И готовы абсолютно на все Жертв чудо-косметики Настолько много Что в столице они уже собираются вместе Так легче добиться правды Впрочем, сознаться, что купились на простой обман Решаются далеко не все Довольно публичные люди Некоторые там депутаты из суда Из налоговой службы Которые говорят Ну что вы, ну как я Чтобы меня все увидели Потом смеялись Из-за этого люди Из-за стыдности вот этой Из-за своей Они просто боялись вот пойти Юристка Елена Боровик пострадала сама У меня было себя лицо красное У меня пекло, иззудило, чесалось И лично знают сотни других жертв аферы А ее хорошо знают в салонах Она не понимает Она просто не понимает Скандальный человек Скандальный Услышите, пожалуйста В одном из таких салонов Куда мы отправились Вместе с кредитными жертвами Уже полно посетителей Они еще не догадываются Чем может закончиться их поход Директор салона Уверяет С документами Все в порядке А подписывать кредитный договор Несчастных никто не заставлял Сами виноваты Секундочку Вы наш клиент Услышите, пожалуйста Женщина Елена Олеговна Хватит, хорош Хватит Хватит Одна из тех, кто попался На бесплатную удочку В этом же салоне Надежда Буняк У меня заболевания шкиры И я косметологу попередила Что у меня демодекс Она мне не провела Ни яки Мне взагалі не можна проводить Ни яки косметичные А ей провели? Мало того, что вы не провели Я еще и купила Я еще и купила Мне было навязано кредит На 22 тысячи Но косметика не помогла А искалечила Я была просто шукована Как и другие женщины Придя в себя Надежда побежала Возвращать покупку Но было поздно Это при журналистах Персонал такой любезный С великим удовольствием Я помогу вам во всем Обычно же, говорит Надежда Все происходит с точностью Да наоборот Так я приходила Декелька разил Инна Анатольевна Мини-Витказала Сложно поверить Но клиентки салонов Уверяют Их одурманили Обпоили непонятно чем И уловками заставили Купить ненужную косметику Она принесла мне Стаканчик воды Я выпила этот стакан И она еще один И после этого Я как бы уже Не знаю Подумала Думаю Да действительно Люди меня так Отнеслись хорошо А я так тут Начинаю выдумывать И начинаю Что-то придумывать И я подписала Вода в нас есть Я выпила водички Ну и я не помню Как там уже было 50-й водички Но я уже входила в процесс Я погодживалась Абсолютно На все ее пропозиции Неужели В погоне за прибылью Продавцы чемоданов С косметикой Травят своих клиенток Этот вопрос Тревожит женщин Не только Украины Но и России Там жертв еще больше И они не такие Миролюбивые Как наши дамы А вот эта россиянка Пошла значительно Дальше коллег По несчастью Решилась сдать Анализы Внимание В ее крови Обнаружили Седативный препарат Фенобарбитал Он оказывает Подавляющее действие На нервную систему Вот экспертное Заключение специалистов Консервант Обладающий Токсическим действием Легко уничтожает Клетки И лишает их Способности к делению Результат Преждевременное Старение И увядание кожи На увядании Вашей кожи Они зарабатывают Баснословные деньги Пока жертвы Скандалят Откуда взялись люди? Это человек Меня видел Я вас не знаю В этом же салоне В соседней комнате Наш тайный агент Давайте карточку Нам не давай Тайный подлаж Якобы выбирает подарок Ну Зараз святые люди Да Хочете нас приведать? Ну И вас можно приведать Я хотел бы Ну что-то Что-то таки Продьбать Для дружины За стенкой Директор салона Клянется Что уже завязал С продажей косметики На которую Жалуются Все эти дамы У нас была Когда-то Представлена Косметика Дожили Но что же Тогда предлагают Нашему агенту Консультанты салона Чудо У нас сейчас Классная акция Как раз до 8 березня Якщо вы продаваете Будь-якую Один Классную матку Дешевле Вы другу Можете Подробно Выбрать Косметику Из-за которой Буняк Говорит Покрылась Красной коркой Сегодня Продают По космическим ценам Почему так дорого Мы просим Позвать Специалиста Который Объяснит Однако Странно После 10 минут Ожидания Дерматолог Так и не пришел Почему У этих Женщин Свое мнение Я спросила А где вы учились Какое у вас образование Уже после того Как она провела Мне процедуру Она говорит Ну вообще-то Я заканчивала Строительную технику Разоблачение И финальная битва Разъяренных женщин За правду После короткой паузы Неожиданная развязка Подайте в суд Впрочем Руководство Салона В своей Правоте Уверено Что же касается Качества И безопасности Косметики Вопросы Якобы Не к нему Он просто Продавец Как Может Клиент Прийти И сказать Что косметика Некачественная Если у меня Есть Все документы На качество Косметики Если я их Получил От поставщика Который Завозит Мы дозвонились Бизнесвумен Которая Завозит Скандальную Косметику В Украину Вот ее мнение Что там Вот это Ваша Боровик Ну или не Ваша Боровик Это Невменяемая Все кричит И доказывает Мы с ней Сейчас в суде Уже год судимся Все что она Рассказывает Это полный Бред Абсолютно Полный Бред Так где Искать правду Обманутым Клиенткам Мне было Внушено Что эта Косметика Это мое Спасение Просто Виктория Одна из немногих Кому удалось Вернуть деньги Ну когда вам говорят Что у вас там Какие-то сеточки На лице Там в общем-то Кожа такая Такие проблемы Вот такие заболевания Серьезные Кожи Просто Начинаешь верить В это все После применения Косметики Пошла жуткая Аллергическая реакция От последствий Которой Она не может Избавиться До сих пор Поэтому просит Не показывать Ее лица Это ультразвуковые Приборы Они мне противопоказаны Потому что Проблемы со щитовидкой Есть в практике Выигрышные суды Когда К потребителям Пострадавшие Обращаются Лишь в том случае Если на эту косметику Возникла Аллергическая реакция Они соответственно Подтверждают Это справочкой От дерматолога Подают в суд О нарушении О нарушении Прав потребителей Взыскивают Материальный И моральный Ущерб После посещения Бесплатных Косметических Процедур Аллергия Появилась Почти у каждой Из наших героинь Когда я замазала веки Чувствую Ну что-то Он как-то начинает Щипать Веки опухать Я отошла У меня болела Северная голова У меня было головокружение У меня тошнило Я пришла к ним Когда еще Делали процедуру У меня было Северное лицо Красное У меня пекло Изудило Чесалось В чем причина Сразу разобраться Почти невозможно Мне пришлось купить Лупу Пятикратного Увеличения Поскольку По-другому То, что здесь написано Прочитать Совершенно невозможно То же самое Невозможно сделать И с договором Собственно И отсутствует Текст на украинском языке Вот эта вот Наклеечка Которая на резиночке Она может относиться Совершенно к любой баночке Указано Что это алкоголь Хотя На Утверждали Что это космецептика И что никаких Вредящих человеку Веществ там быть не может Большое содержание Спиртов В косметике Может вызвать Появление Фолликулярного Гипрокератоза А в дальнейшем Появление Воспалительных элементов На коже Мы попросили Профессионального Дерматолога Изучить и больше Рассказать Об ингредиентах Вывод устрашающий У меня данный продукт Вызывает Очень большие сомнения В плане безопасности Его состав Входит Как целый ряд Канцерогенов Влияющих Не только имеет воздействие На кожу А также Могут Вызывать Побочные действия Стороны печени И почек Где же Производят Такое целебное Содержимое Этих баночек Если верить Рекламному ролику И сайту компании Чудо косметика Молодости Родом Из Израиля С точки зрения Маркетинга Выбор Израиля Понятен Стереотип О хорошей медицине Вот на чем Спекулируют Бизнесмены Но так ли это На самом деле Журналистка Из Израиля Анна Горелик Заинтересовалась Женским вопросом И провела Расследование То есть в Израиле Весь рынок Как на ладони Прекрасно Все все знают Фирма Которая очень знаменитая Которая очень популярная В Израиле Про нее не слышал никто Вы что-то слышали О фирме Дошили Дошили Нет А что это такое Тут много магазинов косметики Но Дошили не встречала Еще большее разочарование Ожидает тех Кто рассчитывает Увидеть мега-офис Всемирно известной компании Вот он На здании нет Даже маленькой вывески И такой адрес Да Он был в Хайфе Этот офис Но когда мы туда приехали С съемочной группой Оказалось Что там ничего нет Но когда пришел Хозяин всего этого Офисного здания Да вы что тут делаете? Ищем фирму Дошили Их уже давно здесь нет Больше ничего про них Не знаю Впрочем об этом В салонах Украины Клиенткам не говорят Пострадавшая Мирослава Пришла в офис Где обогатилась Горе продукцией И кредитом Директора встречи Не радует Бесплатные процедуры Я нервничаю Когда вижу Никаких сок Можно я попью Да Почему? У меня не был принят Товар Который вы мне навязали Здесь И навязали мне кредитный договор Который для меня Не выполнил Подайте в суд А ведь еще совсем недавно Мирослава была уверена Что ей несказанно повезло Ведь ради нее Тут специально продлили акцию Я говорю Ну сколько такая косметика стоит? Они мне принесли Вот на Листочке От руки написано 30 тысяч Я говорю Ой нет Это так дорого Вы что? Она говорит Ну как жалко Почему же вы не пришли 8 марта? У нас говорит Акция была У нас же здесь Очень хорошо У нас мама 12 детей У нее она взяла Эту косметику Обязательным условием Покупки косметики Было использовать ее Сразу же По приходу домой Звонок Вы сегодня Когда будете открывать? Вы же понимаете Вы уже начали эту процедуру Вам надо Пользоваться этим Дальше Верхнюю часть 6 флаконов Я открыла Начала пользоваться Утром они позвонили Спросили Открыла ли я Пользуюсь ли я Если уже Человек вскрыл К сожалению Возврату Данная косметика Не подлежит Если вы такая Правильная Все знаете Везде были Послать вас некуда Ну в зуб Пойдите В поисках правды Переходим в кабинет Директора Тут его становится Действительно жалко У меня начались Аллергии Я его Отменила Сама себе Если бы Вы пришли Как нормальный человек Попросили сдать Вы пришли со скандалом Вы видите Как она сводит С ума с людей Однако позиций Он не сдает И так и доказывает Что документы На кредит Женщина подписала С собственной рукой Вот заявление Как будто бы Мое Как будто бы То что я делала Без моей подписи Так что я хочу Анкету я не видела Я ее не подписывала А как она у вас оказалась Как она у меня казалась Я взяла ее в банке Вот С другой стороны Секундочку Вот это А с какой другой стороны Да Это моя подпись Секундочку, секундочку. Вот это вот чья? Это моя помощь. То есть это кредитный договор, вы подписали? Я подписала. Нет, секунду, секунду. Директор-чемпион, команда женщин побеждена. Но не тут-то было. Разъяренные домохозяйки не сдаются. Сейчас милиция поезд, жжем милицию. Вот действительно Сергей Александрович. Смех сквозь слезы. Ведь все они, правда, оказались с кредитом на шее. Кредитом, которого брать не планировали. И что еще обиднее, косметика никому не помогла. У некоторых даже случились серьезные проблемы со здоровьем. Из-за таких ли историй, либо по другой причине, но поставщик Дашили в Украину уверяет, с этой маркой уже завязали. Мы уже не торгуем в Дашили, мы уже перешли на другой бренд. А что вы сейчас завозите? Ну какая разница, что мы сейчас завозим. На женских форумах уже полно информации о новых брендах, с помощью которых проворачивают все те же старые аферы. Так как же не стать жертвой? Как правильно себя вести и вовремя распознать манипуляцию? Взять тайм-аут. То есть если идет нагнетание, ситуация нагнетания обстановки, что вот дедлайн устанавливается жесткий, что вот прямо сейчас нужно сразу. Стоп. До свидания. Надо подумать. Никаких кредитов брать не нужно, потому что, ну, то есть исключительно на то, что есть в кошельке. Вот есть 200 гривен в кошельке, все, я могу их потратить. Нету? Простите. Ничем помочь больше не могу. В общем, будьте осторожны, соглашаясь на телефонные уговоры о якобы бесплатных процедурах. Ведь помимо приятного сеанса, вас могут наградить чемоданами косметики, аллергией и кредитом на красоту. Продолжение следует... Продолжение следует...